Здравствуйте! Вы смотрите программу «Про город» и сегодня речь пойдет о вакцинации от коронавируса. Мы беседуем с Павлом Прокофьевым, главным врачом Лобнинской центральной городской больницы. Здравствуйте, Павел Сергеевич. Здравствуйте, я рад вас видеть снова. Взаимно. Массовая вакцинация, напомню, проходит в России с января, даже, наверное, с конца декабря, да, Павел Сергеевич? Массовую для жителей объявлены именно в январе месяце. Именно в январе. Во всех регионах проходит прививочная кампания. Вот у меня есть данные на 30 марта по всем регионам. 6 миллионов 900 с лишним тысяч человек, это 4,75% населения, привито хотя бы одним компонентом. И 4 миллиона 355 тысяч привиты полностью. Двухкомпонентная вакцина, как правило, используется, поэтому вот так разнятся данные. Как ситуация в Лобне, Павел Сергеевич? Сколько у нас привитых? Мы тоже с этим работаем. У нас на сегодняшний момент привиты уже более 6 тысяч жителей. Из них почти 4 тысячи привиты уже двумя компонентами. И как бы мы эту работу продолжаем и наращиваем темпы. Поэтому мы идем в общем строю вместе со всеми регионами. В графике? Да. Где можно сделать в Лобне прививку? Я помню, начинали только с городской больницы. Там был пункт. Теперь какая ситуация? Да. Значит, также продолжает работать кабинет поликлиники номер 2. Это Краснополянская, 34. И сегодня мы запустили работу кабинета поликлиники номер 2, но расположена в микроволине Луговая. То есть с сегодняшнего дня у них будет, так сказать, пробно начинают они прививать сегодня жителей. То есть три кабинета у нас работает стационарных. И плюс работает выездная бригада. То есть мы выезжаем в МФЦ, мы выезжаем в образовательное учреждение, где образовано есть медицинские кабинеты для того, чтобы прививать там сотрудников. То есть и выезжали, и мы продолжаем выезжать на промышленное предприятие, там где есть как бы запрос от жителей, что необходимо привиться. То есть мы со своей стороны стараемся охватить всех наших жителей, находящихся у нас на территории. Процедура записи, она осталась прежней, через госуслуги, по телефону, вот как это происходит? Да, это продолжается также либо через личный кабинет на портале госуслуг или услуги МОСРЕК, либо по многоканальному телефону 8 800 550 50 30, у них даже привелся короткий номер 122, наверное, станет удобнее. Поэтому таким вот образом можно записаться на любой удобный день и время для того, чтобы пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Но активно люди записываются? В целом, да, на сегодняшний момент уже, скажем так, первый, скажем так, испуг прошел, потому что сначала волновались, и медицинские работники также волновались, и сотрудники образовательных учреждений, и жители насторожно оглядывались. Но вот сейчас уже люди прививаются, те, которые прошли вакцинацию, знают о том, что ничего страшного в этом нет, ничего потом не происходит. И как бы отклик сейчас мы видим достаточно большой. Ну как переносят в целом прививку люди? Вы знаете, переносят хорошо. То есть обычные прививочные реакции, да, уколочные реакции на прививку, не более того. То есть может быть локальная болезнь на смеси укола. У некоторых людей появляется, да, недомогание, какая-то ломота, повышается температура. Но это явление, оно вполне закономерно. Это говорит о том, что иммунная система активно отвечает на введение вакцины. То есть она воспринимает этот введенный, да, препарат и вырабатывает на него антила. Обычно этот эффект сохраняется один, но максимум два дня. Хорошо уходит на фоне обычных жаропонижающих препаратов, там парацетамол или антигистаминных препаратов. В общем-то не требует какой-то большой коррекции. Вообще из-за то время, которое вот мы работаем с вакциной, как бы каких-то больших тяжелых осложнений, которые теоретически могли бы быть и встречались, вот у нас на практике не встретились. То есть мы считаем, что переносимость препарата очень достойная. С какой вакциной работают врачи ломинские? У нас основная вакцина – это вакцина «Спутник Ви». Эпивак у нас был в очень небольшом количестве, поэтому сказать какой-то опыт, да, 15 доз, которые поступили, вот, ну, нет. А остальное, вот все люди, которые привиты, они привиты именно вакциной «Спутник Ви». Ну, эпивак стоит ждать или не стоит? Вы знаете, сегодня его ждать не стоит. Его лучше… он придет, он будет в достаточном количестве. На сегодняшний момент его просто очень мало, и, как бы, есть «Спутник Ви». Поэтому защитить себя нужно именно сегодня, а будет в следующем году или в конце этого года другие вакцины. И кэвивак появится, и эпивак будет в достаточном количестве, может быть, что-то еще появится к этому времени. Значит, будем использовать тогда и другие препараты. Сегодня есть «Спутник Ви», и он показал себя очень хорошо. Появилась ли какая-то информация о том, сколько сохраняется иммунитет после прививки, в течение какого времени? Да, конечно. Значит, если при обычном заболевании, когда человек сам переболел, антителы будут сохраняться до полугода. Основная масса людей – это до полугода. Через полгода фактически уровень антител снижается до того уровня, который уже не защищает. Сама по себе вакцинация дает защитный уровень антител до полутора-двух лет. А потом? Потом нужна повторная прививка или что? Конечно. Сама по себе вакцинация введена в национальный календарь. То есть она становится обязательной для всех декретированных сотрудников. Это сотрудники образования, это сотрудники здравоохранения, это сотрудники социальной сферы. То есть для того, чтобы люди сами были защищены. И второй момент – защитить тех людей, с которыми приходится контактировать по характеру работы. То есть вакцинация стала уже обязательной, и мы ее уже используем для себя. И наши коллеги уже в стационаре и в поликлинике привились. Кто-то переболел, мы сейчас смотрим, как у них будет достигнуть необходимого времени после перенесенной инфекции. Люди тоже пройдут вакцинацию, чтобы защита у них сохранялась и в последующем. То есть врачи все привились? Пока еще не все, но получается, что много достаточно сотрудников переболело. Поэтому на сегодняшний момент они защищены естественным иммунитетом, образовавшимся после перенесенной болезни. Но как только этот срок пройдет, около шести месяцев, мы проверим по лабораторным тестам, и люди пойдут на вакцинацию также. Вы сами поставили прививку? Да. Как перенесли? Вы знаете, спокойно. Не то, чтобы уколов не боюсь, но с другой стороны, это единственный вариант защитить себя от развития этой болезни. Потому что в силу работы, взаимодействия и с сотрудниками амбулаторной службы, и стационара, видели пациентов, видели, как им тяжело, как они тяжело болеют. Ну, зачем подвергать риску себя и своих близких? Заболев сам, я заразил бы свою семью. А когда вы поставили прививку? Я уже прошел, я завершил все в начале года. Павел Сергеевич, а какова вообще ситуация сегодня в городе с коронавирусом? Больница закрывалась, получается, дважды, да, вот именно на инфекционную перепрофилировалась? Да, но мы вот в январе завершили уже работу инфекционного стационара, то есть у нас сейчас осталась работа с пациентами коронавирусной инфекции только, по сути, для амбулаторной службы. Стационар работает в обычном своем режиме, мы ведем плановую деятельность. В городе наблюдается не очень много пациентов по сравнению с тем, что было еще несколько месяцев назад, то есть у нас, ну, раз, наверное, в пять людей стало меньше. Все равно, к сожалению, случаи выявляются, потому что, ну, особенность любого, наверное, подмосковного города, а нашего с определенной долей вероятности есть нюанс, да, это Шереметьево. То есть у нас там люди работают, выезжает там большой пассажиропоток, люди выезжают из разных стран. Ну и в целом, да, наши жители работают в Москве, им приходится ездить с общественным транспортом, поэтому люди собирают эту болезнь, к сожалению, иногда по пути. То есть поехал на работу, а там кто-то заболел, и он вернулся домой, но вернулся к нам в город. Ну, вот эта близость Москвы, может быть, она и на вакцинации отражается? Наверное, многие в Москве ставят прививки, там же гораздо раньше появились пункты. Вполне возможно, потому что в Москве, да, они чуть-чуть раньше в этом плане начали эту работу. Возможно, что часть жителей, как бы, начали это, да, и прошли вакцинацию в Москве. Но в то же время, судя по сегодняшней ситуации, скажем так, по сегодняшнему запросу жителей, мы так понимаем, что большое число людей еще не прошли вакцинацию, они хотят это сделать, поэтому мы стараемся со своей стороны, ну, максимально охватить. Все микрорайоны, то есть мы вот выезжаем по, допустим, да, по предприятиям, чтобы, как бы, все получили необходимую медицинскую помощь. Насколько я знаю, у вакцины специфические условия хранения, она требует заморозки. Вот в этом смысле как вы справляетесь на выездах? Подавляющее большинство вакцины, которое поступало, требовало хранения при температуре минус 20. Спасибо городу, спасибо, на самом деле, предприятиям города, которые нам помогли вот первично с оснащением нашей выездной бригады для того, чтобы мы могли вакцинировать сотрудников. У нас есть транспортный холодильник для перевозки вакцины при такой низкой температуре. Сегодня становится немножко проще, потому что уже стала поступать вакцина, тот же самый спутник ВИИ, но который требует хранения при привычной или достаточно спокойной температуре плюс 2, плюс 8. То есть это обычный температурный режим для большинства вакцин. Здесь нам уже становится намного проще, мы можем себе позволить как бы большее количество бригад направить на выезды. Работают над созданием вакцины не только наши ученые, но и иностранные. Вот иностранные вакцины, стоит ждать, будет ли она или все-таки отечественную выберут? А я даже не знаю, а надо ли? Вы знаете, вот, допустим, если сравнивать по такому признаку, что на тех вакцинах, которые используются за пределами Российской Федерации, есть неблагоприятные исходы, да, связанные с летальным случаем или там тромбозов, Их немного, возможно, в общем числе провакцинированных людей, это как бы процент очень небольшой, но он есть. Но наши данные отечественные, они как бы говорят о хорошей переносимости препарата и об отсутствии подобных эффектов. Я не знаю, надо ли хотеть лучше. Мне кажется, наш препарат более чем достоин, и я бы предлагал не ждать каких-то других альтернатив на сегодняшний момент. Ну, сейчас не получается так, что люди, которые записываются, им приходят все-таки ждать долго? Или есть, вот, я помню, мы говорили с Ольгой Викторовной Лебедевой о резервных листах, да? Есть листы ожидания, но, по сути, они сейчас у нас становятся пустыми. Да, по Заречной 15, это основной, скажем так, жилой массив, где находятся жители, здесь очередь фактически заполнена на две недели вперед. На Краснополянской запись доступна даже сегодня, то есть люди обращаются, мы говорим, что вы можете даже сегодня подойти. То есть день в день получается? По сути, да. Вот сейчас открывается луговая, но, опять-таки, чтобы постараться охватить максимальное количество людей, мы приняли решение, и уже в этом ключе работаем, что люди, которые на приеме в поликлинике, в первой поликлинике, и они хотят провакцинироваться, тем более, что они уже прошли, по сути, осмотр врача. То есть мы их направляем, там открыт дополнительный кабинет рядом с 35-м для вакцинации их. То есть человек, пришедший за медицинской помощью, по сути, тоже может получить вакцинацию в день обращения. Поликлиника у нас не очень большая, вы это знаете, поэтому, конечно, в тех коридорах, которые сегодня есть у нас, это выглядят определенные очереди. Но, по сути, достаточно быстро она проходит, потому что это осмотр врача, и дальше уже пациент идет в другое помещение. Есть статистика Роспотребнадзора, согласно которой получить отечественный препарат от коронавируса по всей стране до конца года могут 60% россиян. По Лобни, у вас какие прогнозы в этом отношении? Я думаю, что вот так все и получится, потому что на текущий момент та же самая статистика Роспотребнадзора говорит, что, ну, допустим, берем Московскую область, и наш город, в частности, для нас ставит достаточно актуально, что у нас количество людей, которые имеют антитела, порядка 40%. То есть это люди, которые уже перенесли заболевание. С течением времени, естественно, уровень тела у них будет снижаться. Поэтому, в целом, та вакцинация, которая проводится сейчас, и она же не закончится, то есть это не то, что мы сегодня поработали и все, перестали, да. Она будет продолжаться и дальше на протяжении всего года, и я уже раньше сказал, что, да, вакцинация станет ежегодной. Поэтому я думаю, что мы этих цифр абсолютно точно достигнем. Ну, механизм отработан, я так понимаю, поэтому проблем тут каких-то не должно возникнуть. Ну, в целом, нет. Как бы мы сейчас уже для себя тоже как бы поняли, как оптимально в наших условиях можно эту работу вести, поэтому стараемся. Возможно, есть какие-то недочеты, но как бы жители у нас в этом плане молодцы. Можно говорить, что это они жалуются. Нет, они не жалуются, они говорят о наболевшем. А мы, с своей стороны, когда это слышим, стараемся это исправить, чтобы сделать максимальный комфорт в нашей работе. Для врачей, для эпидемиологов коронавирусом не ограничивается ведь работа. Сейчас весна, сейчас сезон вирусных заболеваний. Есть вообще рост? Есть, как и должен быть по сезону. Жизнь никто не отменял, она продолжается. Поэтому нет, здесь работы у коллег-педиатра хватает более чем, и у врача-эпидемиолога хватает. Но это наша обычная работа, которая нам знакома. Здесь ничего сверхъестественного не произошло. А чему научила врачей пандемия коронавируса? Вот какие-то есть уроки, извлеченные из этого процесса? Знаете, я очень надеюсь, потому что эта вспышка показала какие-то наши слабые места, и мы для себя постарались, насколько это в наших условиях сейчас возможно исправить, и будем работать над остальными моментами, которые невозможно устранить секс сразу. Я думаю, что этот урок был большой для всех жителей. И средства индивидуальной защиты. Раньше мы, наверное, смотрели, когда видели какие-то изображения из Японии или из Китая. Люди ходили в масках, может быть, мы даже не удумевали. Зато сейчас мы это ощутили в полной мере. Кого-то это научило соблюдать правила личной гигиены. Это тоже неплохо. Ну вот эта профилактика, наверное, все-таки больше внимания необходимо уделять именно профилактическим мерам. Насколько это важно? Важно, потому что болезнь легче предотвратить, чем ее лечить. Поэтому те же самые меры защиты, использование перчаток, допустим, или масок, это же защита самого себя, это меры профилактики, чтобы не заболеть. Один из вариантов, который позволит избавиться, то, что это какой-то внешний, да, это вот маска, это не всегда удобно. Вот. Допустим, пройденная вакцинация, по сути, она позволяет от некоторых вещей просто избавиться, чувствовать себя более спокойно. Да, в людном помещении, наверное, все равно как бы лучше использовать маску. Ну, непонятно, что человек привился или нет, почему он так ходит. Но по большому счету как бы это избавляет от некоторых моментов. В общем, нет худа без добра, получается, да? Абсолютно точно, да. И уроки, они определенно извлечены. Я думаю, что уроки, да, для всех. Спасибо большое, Павел Сергеевич. Я напоминаю, что вы смотрели программу про город, о ходе вакцинации, прививочной кампании. Мы беседовали с Павлом Прокофьевым, главным врачом Лобнинской центральной городской больницы. Спасибо вам большое, Павел Сергеевич. Всего доброго. Спасибо. И до свидания. Продолжение следует.